Всех приветствую, мои драгоценные! Всех с наступившим 2021 годом, третьим десятилетием второго тысячелетия! Я вас поздравляю! Этот Новый год для меня неожиданно, но я все-таки решил начать с проповеди о втором пришествии Господа моего и Бога нашего Иисуса Христа во плоти на землю. Закончил я год, кто помнит, как раз крайние проповеди были о покаянии и прощении 30-го, 29-го там я записал, 31-го я еще выложил опять по Библии, что очень важно, как ее надо понимать, что это поле с плевелами и пшеницами, и плевелу надо собирать в сокровище свое, пшеницу надо собирать в сокровищнице сердца своего, и на этой доброй земле взращивать и давать плоды, а плевелы надо выкидывать и сжигать огнем неугасимо. И вот прежде чем мы сегодня поговорим о втором пришествии Иисуса Христа, я сразу предупрежу, что вы такого никогда нигде не слышали. На ютубе сейчас столько чепухи, и, к сожалению, эта чепуха действительно не просто в умах человеческих, но и вот доступна всем желающим. Я, как всегда, в начале ролика не могу не повторить свои мантры о том, вообще, как познавать истину, прежде чем мы приступим к познанию истины о втором пришествии Иисуса Христа. Первое, самое важное, без святой жизни вам ничего не понять, ничего и никогда. Первый ключик и самая важная ступень и единственный, в общем-то, верный путь, узкий и тернистый, это путь святой жизни во Христе Иисусе, в любви ко всему Божьему творению. Если вы являетесь на этой земле причиной хоть чьих-либо слез и страданий незаконных, иногда, конечно, христиане, как по примеру Господа и Бога нашего Иисуса Христа, просто тверды в своих убеждениях, и кому-то это не нравится, и кто-то готов пустить слезинку ради этого, это, конечно, к этому делу не относится. А вот если действительно вы там убиваете животных непонятно ради чего, ради чрева, ради одежки, ради экспериментов, ради развлекаловки в церкви, то это грех. Если вы убиваете людей на войне даже, да, это грех, потому что нам заповедано любить даже врагов, кормить их и питать. Но при этом, если вы все прощаете своим близким, родственникам, друзьям, братьям, сестрам, во Христе, веганам, неважно, это грех. То есть надо научиться любить Божье творение, правильно. А любить это значит поступать с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Все в этом одном золотом правиле, весь принцип любви. Хотел бы я, чтобы мне говорили правду, иначе я никогда не познаю истины? Конечно. Конечно. Хотел бы я, чтобы меня в такую вот клетку посадили, всю жизнь доили? Нет, не хотел бы. Все очень просто. Так что первое, это, конечно же, святая жизнь. Без святой жизни вы ничего не поймете. Только чистые сердцем, а от избытка сердца и жизни, говорят, уста, заряд Бога. Бог есть истина. Второе. Библия. Библия – это не слово Божье. Это книги, написанные людьми, переписанные, переведены и до нас дошедшие во всяком разном инотолковании. Потому что любой перевод – это толкование. Читается любая книга. Я русский человек, о русских говорю, японцы читают справа налево, но в русском варианте все книги читаются, ну, либо сейчас в интернете сверху вниз читают, либо слева направо. Любая книжка не читается задом наперед, она не читается с серединки, она не читается кусками. Библия, вы знаете, мое определение, такое антиопределение – это не лотерейный барабан, из которого вы крутите что-то там, стихи нарезанные туда, выдергиваете, пытаетесь из них сложить какое-то мировоззрение. Нет. Это конкретные книги, их надо читать. Более того, их надо читать как? Помимо того, что их надо читать целиком? Последовательно. Даже тот существующий корпус канонических библейских текстов во всех сектах, в православии, в католицизме, протестантизме, он достоин того, чтобы его придерживаться. От первой книги, то есть читать мы должны от первых стихов первой главы первой книги под названием «Бытие» о сотворении этого неба и земли и всей вселенной. И заканчиваем мы, к чему сегодня и приступаем, и посмотрим. Это последними стихами, последней главы, последней книги под названием «Откровение Иоанна», ну или в народе попросту называют «Апокалипсисом». Только так можно читать эту книгу. Если вы что-то хотите понять, по-другому она читается. В частности, каждая книга и вся Библия. Из этого дальше что вытекает, читая последовательно? То есть все события, описываемые в книге, они описываемые последовательно. Как мы их читаем, так они и есть. Там не описываются задом наперед события. Там не сначала Иисус воскрес, а потом родился. Иисус сначала родился, вырос, крестился, победил дьявола, проповедовал, как его побеждать и каким путем можно только войти в небесное царство, в царство любви Бога, который есть любовь. Потом его за эту проповедь и жизнь убили, он воскрес, вознесся, оставив нам, людям, свободу выбора между добром и злом. Вот что написано в Евангелии. И мы читаем его не задом наперед. Все события написаны последовательно. Это же самый ключик, критерий. Мы относим к чему? Ко всей Библии, я еще раз повторюсь. И в частности, к книге Откровения, к которой мы с вами сегодня приступаем. Книга Откровения читается хоть и независимо, но не надо забывать о тех местах Откровениях, которые есть в параллельных книгах. В параллельных местах разных книг Библии. Первая. Ну, первая, Ветхий Завет, хорошо. Хотя там совсем минимум мы можем найти мест, где реально описывают в последние времена. Это совсем маленькие места. Вот действительно, чего-чего, а вы немного потеряете, если вы не сможете их познать, понять и присовокупить к познаниям из книги Откровения. Второе, очень важное, это Евангелие Иисуса Христа. Книга о его жизни, его учении. Те Откровения, которые Господь сам явишься в плоти своими собственными устами нам, пусть до нас дошедших где-то, может быть, в воскаженном виде, но нам сообщает. Третье. Это его первые ученики-апостолы. Не надо забывать, что они тоже в своих посланиях какие-то Откровения очень важные нам давали. Ну и четвертое, конечно же, сама книга опять, еще раз я повторюсь, видите, в отдельный еще пункт опять, она читается сверху вниз, слева направо. События идут постепенно, по очереди, последовательно. Они не идут шиворот-навыворот. Эта книга не написана какими-то параллельными. Там нет параллельных событий. Там события описываются последовательно, как и все в нашей жизни, текущей, в пространстве, на временном измерении. У нас вторая секунда идет за первые, а третья за второе, четвертая за третьей и пятая за четвертой. И невозможно перескочить их, и никак повернуть время вспять, и никак его запараллелить. Мы живем с вами в одном времени, в одном пространстве. Вот и так описана книга Откровения. Ну и последний пункт, скажу, читать книгу Откровения мы можем первое, взирая на прошлое, анализируя наше настоящее, которое мы созерцаем сейчас собственными глазами, и, может быть, включив фантазию, свои мышления, свои какие-то предпосылки, творчество, мы можем поразмышлять о будущем, которое там написано. Это тоже важно не забывать. И последнее, что я скажу, это уже даже не пункт, но вы об этом от меня все время слышите. Мы не вошли в книгу Откровения. Книга Откровения, она состоит из 22 глав, ну, человеческим делением. Мы не вошли, хотите в первую главу, хотите в четвертую, там первые три главы, ну, первое предисловие, так скажем, второе, третье, уже обличение Божье, того состояния, с которого начинается состояние церкви и мира, с чего начинается книга Откровения. Мы не вошли в это состояние, в то, которое там описано. Церковь, она всегда блудница. Псевдо-церковь, так назовем, те же самые православные, которые протестанты, они уже давно все в аду. Я шучу, но в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правду, вы знаете, да? Вот. Мы не вошли. Мы с вами, конечно же, нарушим сами сегодня мою правильце, так как эти ролики я специально пишу для канала проповеди, христолюб, проповедью пищу в пустыне вегана. Конечно же, мы в рамках сегодняшнего ролика не можем с вами прочитать всю Библию, мы не можем даже с вами сегодня прочитать всю книгу Откровения. Я для этого и пишу такие ролики для затравочки, чтобы хоть что-то в голове встало на место. Конечно же, я всегда приглашаю на свой второй, третий, четвертый, у меня получается 5, уже 6 каналов. Я делю, чтобы не было вот именно анархии на каналах, какой-то вот этой неразберихи. Есть отдельный канал, у меня христолюб, библии иные писания, чтение библии иных писаний. Там полностью библия целиком записана. Можете целиком вместе со мной ее прочитать с моими комментариями. И сегодня, и там же есть книга Откровения. И там я уже одно чтение, получается, есть, но я обязательно буду записывать второй круг. Еще раз мы с вами книгу Откровения всю прочитаем. Но сегодня в рамках вот такого вот видео, и так я уже 10 минут при слове болтаю, но я считаю, что все, что я говорю, это очень важно. Пусть это даже для многих повторение. Если бы я не считал это важным, мне самому думаете, это интересно все по тысяче раз говорить. Я вынужден это говорить, чтобы вы это поняли. Сегодня мы просто, как всегда, я хотя бы обращаю, все очень фанатеют, те, кто даже ждут второго пришествия Христа, они, по-моему, больше ждут царства Антихриста, и неважно. Это практически событие, между ними время пройдет. Всего три с половиной года между воцарением Антихриста и его царством, и вторым пришествием Иисуса Христа. Так как мы не вошли даже в книгу Откровения, уж о 13 главе, в которой описано воцарение Антихриста в своем царстве, и в том царстве, которое под него было приготовлено, мы с вами, конечно же, не добрались. Но я вам, как вы видите, с этой главы открыл. Второе пришествие Иисуса Христа в книге Откровения описывается, начиная с 19 главы. Но чтобы мы немножко, немножко контекст захватили, поэтому я всегда, вы знаете, даже вот такие места, как вы видите, я не стих вперед и стих назад беру, а 6 глав назад, и до конца, до 22 главы даже прокрутим, чтобы понять, хоть образно вас, кто, может быть, впервые вообще эту книгу, или всю жизнь ее стишками читал, или какие-то плевки, блевотину зачастую себе от кого-то слышал и в рот ее брал, да, выплюньте все это, это зачастую такая хинея. 13 глава, воцарение Антихриста, до этих событий еще очень далеко, очередные жуткие гонения на святых, поклонение ему, печати, это все описано в 13 главе, начертание, это некое начертание, печать, которая будет грешником, даже какую-то давать право или возможность убивать святых этой самой печатью, этого еще не существует, и до этого еще очень далеко. 14 глава, так называемая жатва Господня, и заметьте, о той проповеди Евангелия до краев земли, о которой все говорят, что уже давно весь мир знает, заметьте, будет послан ангел в 14 главе, казалось бы, после воцарения Антихриста, и что он будет делать, для чего послан этот ангел, и вообще человек ли это, или это очередной Иоанн Креститель? Ведь пророчество об Айна Креститель тоже было, что это ангел, но ангел переводится как вестник. И заметьте, здесь те же самые слова, и я увидел другого ангела, летящего посередине неба. Да, кажется, что здесь, возможно, идет речь о самом настоящем ангеле, но кто знает, в Библии ангелы всегда являлись в виде людей. И второе, я еще раз, вернее, первое, повторяюсь, как хотите, что Иоанн Креститель тоже по пророчеству назывался ангел, но это был самый настоящий простой человек, родившийся от мужчины и женщины, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим не на небесах, не на небе, на земле, и всякому племени, и всякому колену, и языку, и народу, и говорил он громким голосом, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему в небо землю и море, и источники вод. Вот то место, где Иисус, видите, я буду вспоминать вам, как я вам и сказал, и Евангелие, и апостол сегодня вспомню в рамках даже этого видео. Вот оно, когда сказано, что будет проповедно Евангелие до краев земли, и тогда наступит конец. Помните эти слова? Вот это где только описано. До этого мы еще с вами не дожили. Несмотря на то, что мы с вами живем, вот как у меня здесь циферки есть, до 01.01.2021 года, и, казалось бы, в глобализованном мире интернета, цифровых технологий, не проповеданы везде. Причем, кстати, я не говорю о псевдо-христианстве под именами православик, альцизм, пресистантизм. Самое настоящее истинное Евангелие. Евангелие – учение о любви человеком всего Божьего творения. Вот такое вот Евангелие должно долететь до всех краев земли. Оно не долетело. Дальше мы видим с вами поклонение, очередное, очередные гонения. Мы видим уже просьба пустить. Вот оно, жатва, где начинается. А жатва – жатва. Второе пришествие Иисуса Христа. Конец Царства Антихриста. Вознесение Церкви. Изменение природы человека из смертной в бессмертную. Это все события одной секунды, одного мгновения. Описанные в 19 главе, в которую мы с вами приближаемся. 14 глава, лишь об этом просто говорится. Господи, пусть и серп. Это все как бы готовьтесь, обрежь виноградный. Я вам просто сегодня читаю так, своими словами. И при этой готовности святых, призыву святых готовиться к жатве, к восхищению, к приходу Иисуса Христа, одновременно на землю изливаются семь чаш гнева Божьего, как их называют. Этих событий еще не было. До этих семи чаш, заметьте, они описываются в 15 главе. Мы с вами еще совсем не дожили. 17 глава мы видим с вами, что несмотря на все это, блудница вавилонская, антихристианство, антицерковь, на звере с головами, с рогами. Сегодня мы, конечно, в рамках разговора не будем, нас это не интересует. Мы видим, она торжествует, ликует, но сам этот зверь пожирает саму эту блудницу. И что? Происходит суд над всем этим беззаконным царством. И идет призыв выйти из нее, народ мой. Кстати, заметьте, очень часто, я сам, конечно, употребляю эту фразу, но я никогда не говорю, что это вот отсюда, как бы. Это просто уже жаркон любого проповедника. И, конечно, блудница, она появилась одновременно вместе с церковью, появилась и церковь блудница. Псевдохристиане были всегда и во все времена. И что мы видим? И когда идет торжество, все это, и начинается в 19 главе, описанное Второе пришествие Иисуса Христа, с 19 по 20 главу. В 20 главе мы видим упоминание как раз о Тысячелетнем Царстве, о котором мы сегодня с вами тоже поговорим. Ну и уже потом, ну потом еще мы поговорим с вами. 20, 20, 19, 20, 21, 22 глава тоже они совмещены. Это уже идет после суда вселенского. Идет появление нового земли и нового неба, Царства Святых со Христом и мучения негодяев. Начинаем с вами. Я хочу, чтобы в рамках этого ролика мы с вами действительно дословно прочитали 19-ю, 20-ю главу. После этого я услышал на небе громкий голос. После чего этого, вот я, чтобы начать с 19 главы, я ведь ввел вас в курс дела. Показал вам 6 глав, пусть и так, с картинками немножко, вспомнив какие-то стихи, показав про Вечное Евангелие, но хоть что-то у вас должно сложиться в голове, да? И услышал я на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение, слава и честь, и силу Господу нашему, ибо истинно и праведно суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали, Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца, 4 животных пали, поклонились Богу, сидящим на престоле, говоря, Аминь, Аллилуйя, и голос от престола исшел, говорящий, Хвалите Бога нашего, все рабы его, боящиеся его, малы и велики. И вот та брачная вечер, тот брачный пир, о котором мечтают все христиане. Он только здесь. Никакого, как проповедуют протестанты, там и православные, в частности у протестантов, баптистов, самый перекос, никакого вознесения церкви, восхищения ее, до какой-то там великой скорби, ничего подобного не будет. Нигде это не описано. Это ложь и искаженное лжеучение относительно истинного христианства. Вот и все. Кому тогда все вот это вот говорится? Это и говорится тем святым, которые доживут до второго пришествия Существа Христа. Заметьте, пройдя все, всех коней четырех всадника, всех печатей, да, книги, из которой первые четыре всадника, пройдут всех трубачей, вы помните ангелов трубящих, да, семь труб, пройдут, как вы видите, и царство Антихрист, несмотря на то, что, конечно же, множество святых опять будут раздирать на мелкие кусочки. Мы видим, что они переживут все, или не переживут там, неважно, эти язвы, все семь чаш гнева. И мы видим, они, им будет голос от Бога. И слышал я, как бы, голос многочис народа, как бы шум вот многих, как бы голос громко, громов сильных говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо настал брак. Вот когда только брак-то настает. Агнца и жена его, кто? Невеста Христова. Женщина, тут жена, слово так по-русски читается, уже как будто жена. Женщина, девица, невеста, его приготовила себя. Приготовить себя надо. На эти слова, прошу обратить внимание, мы сегодня им еще воспользуемся. Чтобы встретить Иисуса Христа, нужно приготовить себя. И я буду сегодня говорить о приготовлении себя не в религиозном, как всегда, смысле, что я хожу в церковь, я бьюсь лбом о пол, да, я верую в его искупительную жертву, и поэтому я спасен. Нет. Приготовление себя к Иисусу нужно для того, чтобы его увидеть, его встретить и с ним пребывать потом тысячу лет. А как это? Что это за приготовление? Смогу ли я его увидеть, будучи грешником, покрытым Христовой благодатью? Нет, конечно, об этом мы сегодня еще поговорим. И дано ей было облечься весом, чистый и светлый весом, же есть праведность, праведность не по вере, а по делам святых. И сказал мне ангел, напиши блаженно званый на брачную вечерю агнца, и сказал мне, это суть истинной слова Божьи, блаженно званый на брачную вечерю агнца, и пал я к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И как мы видим с вами, в 19 главе с 11 стиха идет описание, что второго пришествия во плоти Господа моего и Бога нашего и Иисуса Христа. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, никакого восхищения нигде нет к Иисусу Христу. Я имею в виду, какого-то, где там все где-то остаются, как проповедуют это лжехристиане, там, баптисты, протестанты. Нет. Это все вот описано. Да, сейчас-то будет восхищение, когда он идет уже навстречу жениху, который идет обратно на землю. Это не восхищение, как проповедуют псевдо-христиане, о том, что они куда-то восхитятся и будут там. Я в своих роликах неоднократно говорил, чем это отличается от обычной смерти. Вот сегодня вы умерли, и если вы свято жили, хорошо, встретитесь с Иисусом на небесах. Это об этом где-то проповедуется? Нет. Разве об этом восхищение говорится? Нет. Это восхищение навстречу, как Павел писал нашему жениху. Но потом-то мы идем к нему навстречу. И где мы собираемся-то? В Иерусалиме. Сейчас об этом будет сказано. Мы ни на какие небеса не восхищаемся. Мы восхищаемся просто ему навстречу, когда он идет с небес, а мы ему навстречу с земли. Но мы все, он нас всех собирает своих невест. Свой хорем святой. Где? В Иерусалиме. Об этом мы сейчас с вами и прочитаем. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит и воинствует. Отче у него, как пламя огненный, на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Логос, Слово Божье. И воинство небесное следовали за ним на конях белых. Это то место, где Иисус говорил, когда приду во славе Отца со тьмою святых ангелов. С небесным воинством. Это единственное пришествие с Христа, и когда происходит воскрешение мертвых, изменение святых, которые дожили до этого смертной плотью в бессмертную, и встречу, восхождение к Господу по воздуху, на воздухе, как это на церковном читается. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченных весом белый и чистый. Из уз же его исходит острый медь, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точилы вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующий. Мы видим кричащего и упиющего ангела. И увидел я ангела одного стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайте на великую вечеру Божью брачный пир, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных рабов и малых и великих. И увидел я зверя Антихриста и царей земных и воинства, их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, то есть мы видим, Иисус идет, собирается Антихрист со всем, все его царство с ним во главе, и что? И противостоит шествию Господа. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса, перед ним, которым он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющих его изображению, и оба живыми, брошенные в озеро огненное, горящая серу, и прочие убитые мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Сразу скажу по поводу пророческого, жестокого языка. Это все то же самое, как и в Ветхом Завете было описано. Кто слушал мои проповеди, знает, что к Библии надо относиться правильно. Никто даже не знает, когда эта книга была написана, кем, и, так скажем, через какого человека сердце все это происходило. Вы знаете, прекрасно, что Бог есть абсолютная любовь. Конечно же, никакие ангелы никого убивать не будут. Они есть тоже образ и подобие нашего Бога любви. Это все образный язык войны. Ангелы ни с кем никогда не воюют, как ни с кем не воюет Бог. Он творит всего. Ему достаточно просто забрать свое дыхание жизни от любого, и все, и никакой войны не будет. Все, что здесь так описано, что у Иисуса якобы какой-то меч там, он там, трупы летят. Конечно же, это пророческий язык человека, который по-другому не мог понимать. Так Бог через некого человека, некого Иоанна, который мы с вами не знаем. Это не Иоанн Богослов, и это не суть важна. Это не придает книге Откровения большего авторитета или меньшего для настоящих святых людей. То, что мы все с вами, кто действительно познал истину, читает и разумевает своим умным сердцем, независимо, что это, где это написано, под каким грифом, секретно или супероткровенно. Мы все пропускаем через здравый смысл и истину. Вот и все. Вот что здесь написано. На самом деле, когда Господь будет идти, просто люди неверные, будут просто люди плохие, будут просто в новый мир отправляться, в круговорот. Вот и все, что будет происходить. Я надеюсь, вы это понимаете. Соблазняться на это ни в коем случае не стоит. Двадцатая глава Тысячелетнее царство. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь. И все это еще по-детски описано. Поймите, ангелы, цепи, бесы он будет скручивать сейчас. Все это будет намного проще. Об этом мы сегодня еще поговорим. Который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну и заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образа его, не приняли начертания, на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье, блаженно святый, имеющий участие в воскресенье первом. Над ним смерть вторая, не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет? Это все, что мы с вами знаем о тысячелетнем царстве. То, что мы с вами прочитали. Ни больше, ни меньше. Более того, мы практически... Ну, у апостола Павла то же самое, другими чуть словами. Все это, вот сколько здесь стихов, с пятого по пятый, шестой стих. Все, что мы с вами знаем о тысячелетнем царстве. Все. Ну, с четвертого по шестой, можно так сказать. Когда же окончится тысяча лет? Сатана, как мы только что с вами, в общем-то, и прочитали до этого, что будет связано тысячу лет, потом освобожден на малое время. И вот когда же окончится тысяча лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находясь на четырех углах земли. Ну, по всей земле, другими словами. Гога и Магога и собирать их на брань, числой, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Кто это такой? Это Иерусалим. Значит, мы с вами будем там тысячелетнее царство проводить со Христом. В Иерусалиме там будет наша стоянка и город. И не спал огонь с неба. И заметьте, Бог ни с кем воевать не будет. И от Бога. И пожрал их. И дьявол, прельщавший, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я белый престол. И что? Помните, как Иисус говорил? Земля, и все дела на ней сгорят. Вот это событие. И всеобщий вселенский суд. И у ее великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред престолом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая из книги жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. И святые, и грешники будут судиться по делам. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерти от отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерти от повержены в озеро огненное. Это смерть вторая, и никто не, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И мы увидим с вами с 21-22 глава начинает нам описывать творение новой земли Богом и нового неба, на котором обитает правда, истина, любовь, радость, мир и кротость, и на котором нет ни храмов, ни капищ, ничего, ни священников, никаких внешних, культовых, где нет какого-то Бога на престоле. Есть только Иисус Христос, который является светильником, храмом, Богом, агнцем, светом, солнцем этого царства любви и радости. Ну, о чем я сегодня хотел поговорить? Возвращаемся в курс, мы с вами ввели еще раз к 19-й главе, в которой начинается описываться брачный пир и само второе пришествие Иисуса Христа. Я то, что уже сказал, теперь еще раз повторюсь. Надеюсь, вы это усвоите, и у вас больше с этим никаких проблем никогда не будет. Все, что вот это вот, вы видите подобные, картинки, где там Иисус будет якобы идти с мечом, там всех рубить направо-налево, кто-то и так толкует. Это чепуха. Бог есть абсолютная любовь. Явившись во плоти, Иисус Христос нам это и доказал, и показал, и убедил нас в этом, отдав себя на распятие, и никакому из своих прямых врагов, самых настоящих, которые его мучили, терзали, убивали, клеветали, били, что там только с ним не делали, мы все это из Евангелия с вами знаем, никому ничего не сделал. Пришествие Иисуса Христа. Теперь я вам себе позволю для вас кое о чем поговорить. Вот как я вам сказал, по-моему, четвертый или пятый пункт был, включить свои мозги. Посмотрите на окружающий мир. Цифровые технологии, виртуальная, дополненная реальность, киборги, биомедицина, биоэнергетика, био, или как называется там, уже слова все позабыл-то, нано, нанотехнологии, да, микромир, макромир, насколько мы проникаем в него, да, насколько все перемешивается, казалось бы, с каким-то там невидимым миром, насколько все перемешивается с вечностью и бессмертием, что будет во времена, в последние времена, во времена непосредственно уже с 13 главы. Очевидно, что люди достигнут чего? Не вечности, бессмертия. Именно за это будут продавать свою душу дьяволу и поставить печати, люди будут жить вечно. Не вечно, а люди достигнут возможности продолжать свою жизнь, эту земную. Они могут умереть, они смертны, их можно, знаете, насильственно убить. Это очень важно. Умираем мы от старости или насильственно? Насильственно человек может быть убит. Именно поэтому будет убивать святых, именно поэтому любого непослушного, в любом случае подданного Царству Антихриста можно стереть из Небесного Царства, уничтожить, удалить. Но, если ты хочешь, ты будешь поклоняться дьяволу, он будет давать тебе что? Эликсир вечной жизни. Он будет изобретен. Это раз. Все человечество будет иметь возможность бесконечно продлевать свою земную жизнь. Второе. Настолько будет развит виртуальный мир, вот это все настолько пересечется, космос, микромир, потому что виртуальный мир, то что мы вот этой технологией лезем, цифровой, это микромиром можно назвать. Все вот эти электроники летают потом. Это у нас, это мы с вами, знаете, люди такие недалекие, только там в смартфоны лазим. Но ведь смартфон кто-то создал, создают ученые, которые там под микроскопом эти электроны совмещают, появляется процессор, смотрим телевизор, голограмму, но делают это люди все из микромира, который его там, так скажем, конструирует. И мы с вами все это видим. Второе, что будет, это такая, знаете, можно сказать, иллюзия всемогущества, творчества, творец. Человек может стать богом, он может в своем мире быть кем хочет, творить целый мир. Вот как сейчас люди играют в игрушки, ребята молодые, да и взрослые подсаживаются, вот эти все стратегии, вот что будет. То есть реально человек может вечно жить и жить, и, ну вы поняли, вечно жить и все творить. Не важно, что это виртуально, а виртуальность ничем не будет отличаться от реальности, это будет все, это будет полное сличение. То, что я сейчас скажу, вы нигде не услышите никогда. Второе пришествие Иисуса Христа будет точно таким же, несмотря на то, что вы скажете, вот смотри, как описано все это ярко, с громами и молниями, мы знаем слова Иисуса, что придет внезапно. Опять же, Иисус давал образ, он когда говорил, как молния, он не говорил, что нам всем тут глаза порежут от этого света, он сказал, внезапно, как молния. Павел говорил, что в то время, когда раз будут говорить мир и безопасность, мы все представляем царство Антихриста, это прямо царство ада. Нет, ад будет духовный, ты будешь рабом, ты ничего не скажешь против системы, будет жесткая иерархия, конечно, будет челядь, будет средний класс, будет верхушка, будут сами эти главари, заметьте, не один будет, нет блудница, блудница лишь сидит на звере, у которого много голов и еще куча рогов. На самом деле, в последние времена ничем не будет отличаться от системы современной. Все это будет просто чуть заглобализировано, а кто знает, видит, что в современном мире мы все пугались глобализацией, а на сегодня, кто интересуется этим вопросом, видит, что идет деглобализация. Не готовы, так как люди тьмы, они злые, и если они будут объединяться, они будут проявлять любовь, а зло она всегда разделяет. Они не готовы объединяться, они не хотят сливаться, они каждый хотят пожрать друг друга и натянуть одеяло на себя. Именно это и никогда, поэтому то же самое антихрист, это лишь будет верхушка, это будет лишь менеджер на этом топе этих сатанистов. Но это и сейчас все существует, просто это будет в определенный миг и просто достигнет уже апогея. Иисус во второй раз придет точно так же, как и в первом. Абсолютно, то есть так же, человечество, ибо Бог есть любовь, будет дан второй шанс. Еще раз набрасываю вам картину мазками. В мире существует бесконечное продолжение земной жизни. Полная, полная, кашель и бульон из реальности и виртуальности мира. Хотя вы знаете, все эти слова, все, что существует, это тоже не виртуально, это тоже реально. На самом деле, то, что говорят там даже, компьютер или что-то, это что-то нереальное, это что-то не от Бога. Все от Бога. Все, что существует в мире, в принципе, все, что человек собирает, если это само по себе не вредит, не может нанести, вот компьютер сам по себе не может нанести вред или пользу человеку дать. Нет. Человек его использует во вред или в пользу. Сам виртуальный мир, то, что будет что-то, это не вредно. Мы любим смотреть фильмы, мы любим смотреть кино, мультики, мы любим 3D-графику. Это нормально, что там будет показываться, в какой мир ты будешь погружаться, в какой мир будешь погружать кого-то и что все это будет делать. Это будет проносить человеку радость или страдание. Будет ты за счет кого-то радоваться, принеся кого-то страдание. Вот что важно. Мы знаем, что Антихрист будет являть какие-то чудеса на небе. Сам там будет вытворять, кувыркаться, да, все это, и чудеса. Иисус, мы знаем, идет с неба. Заметьте, Иисус точно так же, как в первое его пришествие. Никто абсолютно не знал, как он родился. Даже Дева Мария до конца не понимала, как она так зачела, непорочно. И это для нас сейчас с вами, христиан, пусть первых веков после Иисуса, первых учеников Иисуса, и мы с вами сейчас, и все поколения, и вплоть до нас, христиан 2000-летнего года, 2000-го века, вот этого, да, 2000-летнего, это для нас сейчас мы верим в непорочное зачатие, и что это свидетельство такой его божества, именно Бог пришел во плоти. Тогда об этом никто не знал. Иисус это не проповедовал, Иисус не козырял этим, это не было его проповедью. Это потом ученики, узнав об этом, описали эти события. Поэтому поймите это и примите в свое сердце. Второе пришествие Иисуса Христа будет обычное, самое обычное. Он явится точно так же, грубо говоря, как явился Антихрист. Ведь Антихрист, когда воцарится, он тоже из неба полыхнет, такой, вот он я. Это же, вы же поймите, все будут ждать Иисуса Христа. Мышаха ждут все, евреи, мусульмане, даже буддисты, на самом деле, восточные, его ждут все язычники хотят. И он вот так вот, все, они отыграют полностью все библейские события. И поэтому, когда Иисус будет приходить, ни для кого это не будет чудом, более того, возможно, уже будет пробирочное зачатие, люди будут неоткуда появляться, вы же поймите. Все эти слова неба, это можно сказать, из воздуха. Иисус опять, как и в первый раз, с одной стороны, для всеобщего, слепого мира, лежащего во зле, он явится, как обычный опять человек. Более того, я вас расстрою, даже для святых людей, он явится точно так же, как в свое время явился своим ученикам. Ничего Иисуса Христа, кроме его дел, которые он начал творить, не отличали от обычного человека. Он ел, спал, плакал, смеялся, уставал. Он и есть человек, потому что Бог сотворил человек по своему образу и подобию. Называя Иисуса человеком, я называю его Богом, потому что Бог есть человек, а человек есть Бог. Иисус придет точно таким же путем. Вы скажете, а как же воскресение мертвых, а как же изменения, которые будут находиться? Уже будут воскрешать мертвых. Сатанисты, все вот эти люди черного мира, и то это я их так называю, с виду это будут самые обычные люди, как и те люди, которые во времена Иисуса окружали его. Самые обычные. И простые, простолюдины, и всяких высших чинов, иерархи, и церковники, такие же легиозники будут, только они потом Христа убили. С виду это будут обычные человечки, в пиджаках, в костюмчиках, девушки в платьицах, обычные люди. В душе просто черные. С виду будут обычные люди. Те же самые люди, которые будут святые, и доживут до времен Иисуса Христа. Так как, тем, кто поклоняется антихристу, принимает ее печаль, будет даваться эликсир вечной жизни, конечно же, святые люди будут умирать и страдать. И придет день, для них неведомый. Во-первых, воскреснут святые. Это раз. Но воскрешают и этих. Никто не поймет, кто их воскресил. Я не могу вам в точности передать эти события. Заметьте, ни Иисус этого не стал делать, ни апостолы, ни вот, пожалуйста, некие неизвестные нам пророки. Но смысл я понимаю и делюсь с вами. То есть точно так же, как царство антихриста будет воскрешать своих мертвецов, точно так же, в один прекрасный день под названием Второе пришествие Иисуса Христа и воскрешение мертвых будут воскрешены мертвые. Богом. Но те тоже будут воскрешать. Второе. Те, кто изменится, они не будут понимать, кто им это дал, грубо говоря. Откуда эта благодать сошла? Может антихристалл так раздавать? Ведь мы не знаем, как это будет. Это будет через программу, через чип, да. Может он решил индульгенцию дать святым и раздать им этот эликсир. Мы сейчас можем только догадываться, почему в книге Откровения все такими образами скорпионы, жало. Какие будут скорпионы и жало в последние времена? Мы же с вами пропустили, помните, трубы и так далее. Это все равно, что человеку времен Иисуса Христа объяснять, что такое автоматическое оружие или компьютер, или смартфон. Вы никогда не объясните. Почему я вам сейчас не могу? Я пытаюсь нашим языком. Павел, когда побывал на небесах, на третьем небе, сказал, что я не могу вам объяснить, что я там видел. У нас нету слов для этого. Я могу это как-то назвать, но вы меня не поймете. Я могу придумать слово прахта-бахта. Но ты видел эту прахту-бахту? Мы друг друга понимаем, потому что вы видите солнце, и я увижу. Мне мама в детстве объяснила, что это солнце, и ему, что это солнце. Мы говорим солнце, и вы меня понимаете, о чем я говорю. Почему не понимают друг друга люди, говорящие на разных языках? Тот на английском говорит, сам, а я на русском солнце. Я не знаю другого языка, я не понимаю, что он мне хочет сказать. Понимаете, да? Здесь то же самое. Даже если бы я это видел, у меня было полное откровение и видение, как все это будет происходить, я бы вам объяснить не смог. Я бы говорил сейчас точно самое. Но я не буду скрывать и натягивать на себя вид великого пророка. Мне такого откровения конкретно видения, я не видел это, да, я не знаю, как это точно, но я вижу это внутри сердца своего вот образами, да, что все будет одинаково. Как это, я пока объяснить не могу, потому что нет слов, мы в этом времени не живем. До чего человечество доберется, можно только фантазировать. Иисус приходит таким же образом. Как вы думаете, как будут собираться святые вокруг него? Да, мы будем там на воздухе, и поверьте мне, во времена второго происшествия Иисуса Христа, тут вот можете мне поверить, можете не поверить, посмотрите только на современный мир, сейчас с чистым открытым сердцем, мы уже летаем, мы летаем в космос, мы летаем на земле, уже есть мотоциклы, катера, автомобили, поезда, люди летают на этих всяких воздушных, уже одевают какие-то там рукава, ноги, летают из земли. Все, что вот это нам описано, в этом не будет ничего сверхъестественного. Все, что сейчас нам в книге Откровения кажется чудным и естественным, в те времена, когда эти события будут происходить, в частности, в день второго пришествия Иисуса Христа, о котором мы сегодня так много говорим, будет все естественно, абсолютно. Кто увидит Иисуса Христа? Религиозники? Нет. Православные? Нет. Протестанты? Нет. Католики? Нет. Мормонцы? Иегевисты? Еще кто-то? Нет. Кто увидит Иисуса Христа? Святые люди. Я приведу пример очень простой и понятный. Представьте на секундочку, что я Иисус Христос во втором пришествии. Все меня знают, я проповедую и любовь ко всему Божьему творению, ибо Царство Божье это Царство Любви. Я проповедую. Не обижайте животных, не делайте зла, не причиняйте им страдания, чтобы они рыдали, не калечьте их, не пробощайте их и не убивайте их. Я никому не нужен. Единицы идут на это, слыша этот голос истины. Единицы хотят общаться со мной. Я говорю, любите врагов, не убивайте, не пробощайте, подставьте щеку, как это говорил Иисус. Нет, никому это не надо. Православные говорят убей, католики говорят убей, протестанты говорят убей. Идут? Нет. Все то же самое будет. Много пошло и за Иисусом, когда Он проповедовал. Нет. Вы знаете, второе пришествие Иисуса Христа, вот это тысячелетнее Царство, это будет чудное время. Это будет чудное время, и узнают Его, и придут к Нему. Именно настоящие святые люди, люди, которые такие, как Христос, люди, такие, как Бог. Не Христос бумажный, где тоже извратили Его в сектах, сделав там убийцей, трупожором. Нет. Эти люди не увидят Его. А не увидят Его, вернее, конечно. Я неправильно, вы поняли, я виденье делю на глазной и на сердечный, как хотите, умовой, на все называю умным сердцем. Эти пойдут к Нему. Они узнают Его и пойдут к Нему. Их будет тянуть к Нему. Они такие же, как Он, а Он такие же, как они. Эти? Нет. Убийцы животных никогда к Иисусу не придут. Они ненавидят любовь. Они ненавидят добро. Они дети дьявола, ибо исполняют Его похоти. А Он желает одних слез, страданий и смерти. И вот настоящие святые узнают и будут с Ним жить. И будут с Ним жить. Опять, как заметьте, все повторится. Евангелие. Это будет Второе Евангелие. Самое настоящее Второе Евангелие, которое я, конечно же, очень хотел бы. Как мы читаем с вами Евангелие, и сердце наше разрывается, как хочется действительно быть с Богом, под Его, заметьте, как Он говорил в Гефсиманском саду в своей предсмертной молитве, что «Всех, кого ты мне дал, никто не пострадал, кроме сына погибели, кто сам от меня отошел». И, конечно же, тысячелетнее царство для святых это будет прекрасное время духовное. «Да, мы будем обладать бессмертием, но мы можем быть убитыми. Да, мы будем в принципе рядом с Иисусом ни в чем не нуждаться, но у нас не будет многого еще». «Много было у Иисуса и учеников, когда Он первый раз ходил по земле?» «Нет». «Да, когда у них не было еды, Он всегда низведет хлеб из небес, но они не шиковали». Вот такое будет тысячелетнее царство. Это будет царство настоящих святых людей. Более того, это тысячелетнее царство будет опять свидетельством Божьей любви к своему творению, к человечеству. Потому что на протяжении всего тысячелетнего царства, как мы видим, опять Иисус будет в Иерусалиме. Мы все туда. Я вам сейчас точно не могу сказать, действительно мы будем немножко к нему подниматься, как сейчас по воздуху туда Духом Святым будем перенесены или мы просто. Хотите, будет уже телепортация. То, что здесь описано, мы не понимаем. Можно быть дома. Мы, знаете, в будущем мы будем путешествовать уже без самолета, без автобуса, без даже каких-либо, знаете, каких-нибудь скоростных капсул, может быть, знаете, как раньше почта, кто помнит, там по таким трубам летало вакуумным. Я думаю, что даже уже не будут нужны капсулы. Я думаю, что мы доживем до тех времен, вот здесь описаны. Я убежден в этом. Не просто думаю, что можно будет телепортироваться. Это несложно. Материи не существует, это энергия. Ее легко разложить и собрать в другом месте. В этом нет ничего удивительного. И мы доживем. И это будут эти времена. Все, что нам здесь описано, вы знаете, прекрасно, кто занимался библистикой, хоть как-то Евангелие пытался понять, что даже вот это вознесение Иисуса Христа, когда он от учеников уходил, там как только не пытается перевести и понимать, что с ним случилось. Иисус правда ходил в эти небеса. Он просто растворялся. Что это было? Почему многие даже видя это последнее такое чудо? Написано, развернулись и пошли, не поверив ему, что это Иисус, он как-то возносится. А он просто как он, что это он вознесся? И написано, он придет таким же образом, заметьте. А как он пришел? Вы особо тоже относитесь правильно к словам, там удалялся. Удаляться можно вдаль, можно вверх. Удаляться и то и так перевели, а может быть это неправильный перевод, это уже толкование. Может там было исчезал, растворялся, испарялся, пропадал, какое угодно могло быть слово, заметьте, от одного слова как много меняется. Значит, может быть он и идя с небес, штуку небесного царства, он просто будет открываться. А почему мы считаем, что он открывается сверху, а не горизонтально? А если мы уже действительно покорим небо и космос и будем жить, посмотрите фильм «Пятый элемент», казалось бы, когда там снятый люком Бессоном, уже будем жить, там эти небоскребы в облаках летающей машины, где оно, небо-то будет такое земное? Его уже не будет. Надо же понять, что это будет просто соприкосновение уже полностью открытия двух миров, так называемых видимых и невидимых и полностью их тонкого мира, невидимого и неправильного вы себя знаете, я просто тоже оговариваюсь, тонкого мира и вот грубого, как называют, толстого. Невидимый мир – это совсем невидимый, это наши мысли, чувства, что такое добро, что такое любовь, что такое радость, наслаждение. Вот этот невидимый мир – это просто, это есть зеркально от этой точки видимого и невидимого. А мир ангельский – это просто тонкий мир, пока для нас закрыт, точно так же, как сейчас это просто стена стоит сзади. Ее снеси или вокруг нее обойди через дверь, и все, и ты видишь, что там находится. Это лишь временно. Снеси эту стену, вот тебе соединился эта комната, стой. Это очень важно понимать. Вот так вот это будет. И тысячелетнее царство, мы видим, что это царство проповеди опять. Обычной жизни с Иисусом, прям, хотите понять, что такое тысячелетнее царство, прочитайте еще раз Евангелие. Все. Мы видим, люди опять будут каяться, будут даже вот эти вот грешники опять от Иисуса, они не пойдут. Трупажоры-убийцы, патриоты, они никогда не придут к Иисусу, они не его дух, они здесь не хотят быть таким, как он, они не будут. Именно их опять, через тысячу лет, такой жизни, как мы с вами видим, если первое пришельство Иисуса Христа было связано с обычной человеческой жизнью, какая смертная, а она какова? 70-80. Почему и написано тысячелетнее царство? Потому что мы реально сможем долго жить. И в этот раз Иисус с нами пробудет тысячу лет. И этот людей уже станет норма. Норма. Мы будем жить тысячу лет на этой земле. На этой, реально этой земле. Может быть, мы и на Марсе уже будем жить, на Луне, но это образно, что это еще, этот план Божий, эта ступенька, эта цивилизация, как хотите, этот замысел от начала творения вот до сгорания всего и нового неба, новой земли, на которых витает правда. Это еще будет совместный мир, добра и зла, греха и праведности. И вот эту тысячу лет мы уже обладаем возможностью продолжать свою, поддерживать, подпитывать свою вечную, эту земную жизнь, еще не вечную, земную просто подпитывать. Нас можно насильственно погубить. Иисус, правда, нас хранить будет, кто будет с ним. Это не религиозники, это святые люди, любящие все его творения. У них не будет палок, у них не будет автоматов, ножей, пистолетов. Они не будут резать животных, им это не надо. И мы будем проповедовать. Заметьте, а вокруг будет обычный мир опять. Это будет еще мир. Иисус второй раз будет среди грешников человечества. Мы будем с ним опять ходить. У нас будет хоть и стан, как вы помните, он круголями ходил, но часто возвращался в свой дом, с Галилеей пропутешествует, опять вернется в Кану, там в Капернау, проходя. Да, вот то же самое будет. И мы видим, что будет освобожден после тысячелетий дьявол, и он станет опять обольщать народы. Народы все. Все боятся царства антихриста. Вот еще какие события. То есть, опять возмутятся, все, до такой степени опять святые будут раздражать грешников. Надо так это понимать. Мы видим, что он уже не будет воплощаться, он будет опять обольщать. Это, по сути, будет второе царство антихриста. Наверняка, какие-нибудь главарьки будут их. И они восстанут на Господа и всех нас святых. Но уже святые ни с кем не воюют. Иисус, мы знаем, никакого восстания не поднял, ни автомата, ни пистолета, ни даже ножа или меча у него не было. Как и не будет во второй раз. Просто настанет конец уже этого всего. Все, второй шанс дан. Еще тысячи лет была проповедь. Кто хотел, будет присоединяться к стану святых. Ну, а остальным придется вкусить неприятный, ужасный вкус гиены огненной. Не вечно. Оттуда можно будет когда-нибудь выйти. Бог есть абсолютная любовь. Вот такая вот история о втором пришествии Иисуса Христа и его царствия. Надеюсь, вам этот ролик был полезен, интересен для себя вынести пользу. Он у вас и утешит, успокоит и обрадует. Все это в будущем. Мы с вами, возможно, доживем в этой жизни. Хоть я и говорю, что мы не вошли в книгу Откровения, но события последних времен могут развиваться очень стремительно. В этом ролике я вам не сказал, но между 13 и 19 главой реально пройдет всего три с половиной года. Соответственно, сколько пройдет? Грубо говоря, от первой главы до 13, я не знаю. Там нет никаких намеков на это. У нас нет точных даций, может быть, это за 10 лет все вот это будет. 13 лет, мне 38, почему нет, если завтра все это начнется к 50, встретим Господа, да? Нет, это не суть важна. смысл человеческой жизни стать как Бог. Об этом учил Иисус Христос. Он не учил о спасении и повере в Его искупительную жертву. Он не учил религиозному, религиозной псевдоправедности, религиозной праведности и христианской псевдоправедности, так правильно собрать эти слова, словосочетания. Иисус учил стать как Он, как Учитель наш. Он учил быть совершенным, как совершен Господь, Бог наш и Творец, которым Он, в принципе, сам и является, но в третьем лице Он очень часто о себе говорил. А Бог этот ничего не убивает, ничего не уничтожает. Он подает дождь и праведным, и неправедным, благоволит и добрым, и злым. Вот суть и цель, и путь, непростой путь тернистый, узкий христианской жизни. На этом у меня все. Рад служить. Всех по-братски целую, обнимаю. Всем желаю радоваться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok